дорогие друзья всем привет ребята сегодня будет влог ноги меня просили снять и рассказать как устроена дзюдо в финляндии вся эта внутренняя инфраструктура как работает федерацию дзюдо прежде чем мы начнем ребята как всегда подписывайтесь на мою инсту подписывайтесь на мои группы которые у меня есть в контакте и фейсбуке выставляю туда много всего интересного и кстати в инстаграм всегда выходят все самые первые первые видосы которые потом в итоге залетают сюда на youtube так что обязательно подписывайтесь поддерживайте пальцами вверх пишите комментарии стараюсь читать отвечать вам всем спасибо за поддержку так что погнали и так примерно с год тому назад я делал работу для журнала в россии называется мир джидо в нем я собственно говоря и рассказывал о ситуации финляндии о дзюдо финляндии я имею ввиду рассказывал какая здесь система и тому подобное очень многие задают вопрос если финляндии такие названия как мастер спорта заслуженный мастер спорта кандидат мастера спорта и тому подобное скажу так что ребят таких названий финляндии нету здесь работает поясная система у нас есть вот такой вот паспорт паспорт по дзюдо федерации дзюдо финляндии называется солны дзюдо финляндии каждого спортсмена который зарегистрирован в каком-то клубе нему выдают вот такой вот паспорт от федерации дзюдо в этом паспорте это ваш документ то есть здесь есть ваша информация не буду показывать могу лишь показать свою юниорскую фотографию вот значит в этом паспорте есть все данные они выглядят следующим образом вот так вот здесь прописано каждый пояс то есть начиная с этого пояса чтобы получить дальше желтый оранжевый зеленый синий коричневый черный и потом уже пошли данный там второй дан третий так далее в общем здесь прописаны сколько вы должны набрать очков на на соревнованиях чтобы сдать на следующий пояс также здесь написано то есть здесь идет конкретная сдача на поиске чтобы получить следующий пульс после белого вы обязаны сдавать его то есть мы делаем например вот для желтого пояса нужно сдать три кувырка разные стороны то есть со страховкой затем надо показать один бросок стойки ногой затем через бедро и один бросок с руками помню один бросок с помощью затем нужно будет показать не три удержания это самые простые удержания и нужно рассказать о рассказать какую должно быть поведение спортсмена какой должен быть поведение дзюдоиста это вот чтобы получить желтый пояс и соответственно чем больше чем выше пояс это все усложняется и начиная с синего пояса и выше вы уже обязаны сдавать карту на синий пояс идет три броска кстати у нас все названия полностью все начиная когда вы только приходите в клуб они все на японском языке то есть термины все броски все называется только на японском языке также в этом паспорте есть ты должен заполнять все свои соревнования на которых ты участвовал я и заполнял какое-то время то есть у меня вот заполнена одна страничка и потом еще вторая страничка это на соревнования на которых ты посещал что ты тут выиграла что проиграл в общем все 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 свои места призовые и тому подобное теперь ребят расскажу вам немножечко о клубах у нас есть наш клуб который официально зарегистрирован федерации дзюдо финляндии должны платить взнос федерацию дзюдо финляндии примерно вот мы например наш клуб платит 200 евро в год то есть в этих 200 евро ходят тренировочный процесс затем все эти лицензии в общем все такое подобное то есть по сути тренер который тренирует он работает просто за бесплатно от этого не имеет ничего потому что нужно заплатить за аренду помещение которое мы снимаем это время нужно заплатить за аренду нашего помещения где мы храним все свои товары которые нам нужны для тренировочного процесса там какие-то канаты гири штанги в общем всякая такая проще за это нужно заплатить плюс нужно заплатить за каждого спортсмена особенно когда ездят ребята на соревнования нужно там платить за сами соревнования нужно организовывать трансфер и тому подобное в общем тренер здесь не зарабатывает ничего к сожалению это так я подвожу к тому скоро будет про спортсменов если вы хотите здесь зарабатывать то здесь нужно как минимум сначала брать суду в банке открывать свой зал затем набирать группу которая еще мало вряд ли там наберется суперская группа которая будет готова платить просто безумные деньги чтобы оплатить в итоге этот зал татами и все остальные все остальные расходы то есть это безумно дорого поэтому здесь практически я не знаю но это единицы то занимается такой темы что они открывают свои залы лично залов по дзюдо лично я не знаю знаю как бы других видах спорта то ребята открывают свои залы то у них там и ценник там месяц 50 лет теперь расскажу вам о самих спортсмен и так финляндии довольно таки просто попасть в сборную то есть это но это действительно это не сложно во первых ты должен войти стройку на чемпионате финляндии ты должен стать визером также ты можешь есть другие различные турниры которые именно внутри страны которые считаются как бы тоже престижные если ты выигрышами например делятся на три части например вот есть такой такое соревнование вроде бы если не ошибаюсь там самурайкап называется как атаке она состоит из трех частей вот если ты на этих соревнованиях тоже либо выиграешь либо войдешь стройку ты тоже можешь попасть в сборную либо ты войдешь стройку на чемпионате финляндии ты попал в сборную финляндии окей Начинаются совместные тренировки со сборной. Чтобы туда приехать и потренироваться, это стоит, например, сбор длится в районе 4 дней. За это ты должен будешь заплатить. Это стоит примерно 300 евро, может чуть меньше. Туда входит 3-4-дневное питание, я уже точно сейчас не вспомню. Плюс тренировки, утренняя тренировка, это там обычно пробежки. Затем была утренняя тренировка, она была уже на татаме. Затем была вечерняя тренировка, затем у них есть какие-то там лекции. В общем, всякая такая вот, на мой взгляд, просто ненужная информация. Для тренировок, да, но для спортсменов, для самих спортсменов, для моего взгляда, это не нужно. На мой взгляд, спортсменам нужно пахать, еще раз пахать. И самое интересное то, что когда вы попадаете в эту сборную, это не говорит о том, что вы попадаете туда бесплатно. Вы обязаны за это, за все платить. То есть, как я уже сказал, это вроде бы от 200 и выше евро получается потренироваться со сборной. Если ваш клуб, например, как вот в данной ситуации, как у нас клуб, у нас довольно-таки новый клуб, я потом еще о нем расскажу. Вот, если мы, например, ребята, кто был в сборной, хотят поехать туда позаниматься, то мы обязаны заплатить сами. Потому что у нашего клуба просто нет финансовой возможности заплатить за двух, за трех спортсменов, просто взять 900 евро, грубо говоря, выкинуть за трех спортсменов. Поэтому тебе приходится платить самому. Во многих клубах это делается так. То есть, эта сумма делится напополам. То есть, полсуммы оплачивает клуб и полсуммы оплачиваешь ты сам. Либо, бывают, конечно, и такие ситуации, что клуб платит тебе сам. Но, когда в клубе находятся, например, скажем, пять человек, которые в сборной. Там девочки и мальчики. И плюс еще в разных возрастах. Это уже становится чуть проблематично и для клуба платить такие деньги. Потому что у клуба просто нету таких денег. Для того, чтобы клубу сделать деньги, чтобы у клуба были деньги, этого недостаточно. Чтобы, то есть, ты просто ходил на тренировки, чтобы люди ходили на тренировки и платили какой-то взнос за эти тренировки. Этого недостаточно. Этого просто никак не хватит. Потому что, помимо сборов, нужно еще всех остальных ребят, как от юниоров, так и для взрослых, возить на различные соревнования, которые тоже немало стоят. По Финляндии это одна сумма. А когда нужно выехать за границу, это уже совсем другая сумма. Поэтому люди стараются устраивать разные сборы, пытаются устраивать соревнования у себя там в залах, у себя где-то в городе. С этого пытаются иметь какую-то прибыль. Но опять же, это все настолько маленькие суммы, что спортсмену, который действительно хочет стать профессионалом, то есть, который хочет именно бороться в сборной, выступать там за эту страну, это настолько мелкие суммы, что это просто нереально. Поэтому здесь в основном ребята, которые в сборной сидят, хорошо, конечно, если им помогают свои клубы. Но в основном это все-таки нужно пошлять со своего кармана. Либо они сами вынуждены искать себе спонсоров, либо у них богатые, состоятельные родители, которые могут позволить своего ребенка отправлять на различные сборы, на соревнования. Например, далеко ходить не надо. В нашем клубе Кристиан Булгаков, который был в сборной в свое время как в юниорах, по юниорам, так уже и по взрослым. В общем, парень очень хорошо боролся, достойно боролся, все, в сборный попал. Но очень много раз, какие-то кубки мира, куда он ездил, какие-то международные кубки мира, сборы, он очень часто бывало, что он платил полностью всю сумму сам. Ну, точнее, ему родители оплачивали за него. Либо бывало так, что федерация оплатит половину, и ты вынужден заплатить половину. Вот, на мой взгляд, это самая большая проблема здесь, в Финляндии, потому что здесь действительно очень много талантливых ребят, которые могут бороться и борются на своем желании. То есть, они сами тренируются для себя. То есть, у них нету таких возможностей, как, например, ну, грубо говоря, например, сборная России, например, возьмем. Что там ребята просто не живут этим, они получают за это зарплаты. То есть, это их не хлеб. Здесь такого, ребята, нет. Здесь, если ты скажешь кому-то, что ты профессиональный спортсмен, ты скажешь, что на финском это Аммат Илайн Урхе, у тебя скажут, окей, ну, а профессия-то у тебя какая? Понимаете, какой здесь расклад? То есть, здесь на первую очередь у тебя должна быть основная своя профессия. И все ребята, которые находятся в сборной, они помимо этого, что они в сборной, они еще все и учатся где-то в универах и там, и там, и там. И здесь невозможно кому-то там положить там 100 евро на лапу, чтобы тебе сдать там какую-нибудь сессию или еще что-то. Здесь такое не прокатит. Здесь ты обязан пойти, прочитать ту или иную книгу, а то и не одну. Потом сдать экзамен и поступать дальше. То есть, здесь это все работает так. К сожалению, результат, как говорится, налицо. Нет-нет, наши ребята, конечно, где-то выстреливают, но это все на таком низком уровне. По универам они еще где-то там могут выстрелить, но уже по взрослым это уже очень тяжело. Там до 23 лет они еще где-то попадают. На Европе, на Европе да, но уже на мировом уровне, к сожалению, уже нет. Потому что система, к сожалению, на мой взгляд и на взгляд многих тренировок, с кем я общался, и судьи, здесь система, к сожалению, не работает. И спортсмены здесь также ничего не получают. То есть, когда ты находишься в сборной, тебе не платят ни гроша. Все, что ты можешь заработать со сборной, это если ты, например, тебя могут поощрить. То есть, ты, например, выступил, выстрелил где-то на каком-то турнире, ты показал хороший результат. Потом, каждый год здесь устраивается спортивное мероприятие, где награждают всех спортсменок с разных видов спорта. И вот тогда там могут вам выделить страна, грубо говоря, либо какой-то олимпийский комитет, либо еще что-то, я точно не помню, может выделить иную сумму в ваш клуб, так сказать, чтобы они вкладывали в вас. То есть, это может быть от 5 тысяч евро до 10 тысяч евро на одного спортсмена. То есть, это награждают одного спортсмена с клуба. То есть, не с каждого клуба возьмут одного, а вот один человек, который лучше всего выстрелил за год, то есть, его могут наградить. И то, если ты выстрелишь, если не выстрелил, то есть, соответственно, никто тебя ничем поощрять не будет. И в сборной, когда ты находишься, здесь, ребята, в сборной не получают ни гроша, то есть, зеро, никто и ничего не платит. Единственное, на что они могут рассчитывать, если они поедут на какой-то международный турнир, который платит тебе денежный приз, если ты выиграешь там призовое место, то на эти деньги, естественно, ты можешь рассчитывать. Но, чтобы это выиграть, за это еще нужно побороться. И не хило побороться. Теперь расскажу, ребята, немножечко о нашем клубе. В нашем клубе у нас тренирует мастер спорта по джидо, который приехал с города Сочи к нам. Владимир Аганян. Обалденный тренер. Сочинец. Мы тренируемся при нем уже 11-12 лет. Где-то так мы тренируемся при нем. Он, честно вам скажу, он внес очень большую лепту в развитие спорта джидо в Финляндии. Единственное, о чем я жалею, это то, что он не появился в моей жизни в тот период времени, когда он действительно мне был очень нужен тренер. Потому что я вам вкратце и расскажу. Я начал заниматься джидо именно конкретно здесь, в Финляндии, начиная с 14 лет. В 14 лет я начал заниматься джидо здесь, в Финляндии уже конкретно. И здесь, к сожалению, нету такого понятия, как личный тренер. Зачем на то время, на то время этого просто не было. То есть мы приходили тренироваться в обычную группу, все ребята тренировались, отходили какое-то определенное время. Нам выдали там желтый поезд, причем на первый желтый поезд я даже не пошел сдавать. Потому что для меня даже это было дико. Я думал, как так, я занимался полгода, а мне уже тут получают желтый поезд. Я даже на соревнованиях ни разу не был здесь, в Финляндии. Для меня это было дико, поэтому я даже не пошел сдавать на этот желтый поезд. Я подождал еще полгода, я тогда занимался с белым поездом, но только потом я уже пошел сдавать на этот желтый поезд. После чего я уже начал ездить на какие-то маленькие турниры. И то это все было так. То есть у нас не было никаких подготовок к соревнованиям, даже близко не было. Я даже не знал, что такое вообще есть. Понимаете, в чем прикол? Здесь не подготавливали на то время, по крайней мере, я говорю про наш клуб. Нас не подготавливали к соревнованиям. То есть ты тренируешься, пришел на тренировку, сделал по делу ЧКОМИ, там 5-10 минут поборолся, побросал немножко, все, давай, до свидания, домой. Так мы занимались два раза в неделю, после чего тебе нужно было ехать на соревнования и пытаться еще что-то там выиграть. Когда ты приезжал, нам даже не объясняли, что нам нужно подгонять вес. Я помню на свои первые соревнования здесь, в Финляндии, я записался, я должен был бороться в категории 66. Я записался, я записался в весках 67 килограмм. Я думал, что наверху там наберется столько же народу, который весит 67 килограмм. Я буду бороться с ними. Нас даже не вводили в курс, делая это. Просто до того, когда я еще жил в Эстонии, я боролся на соревнованиях, когда был еще маленьким. И тогда я просто эту тему вообще уже практически не помню. Я там выступал, когда мне было 6-7 лет, 8 лет. И, соответственно, я просто этого не помню, в каких я там категориях боролся, как-то взвешивали. Ну, должен был я там гонять вес или еще что-то. Затем, через какой-то промежуток времени, когда у меня уже был вроде бы как поезд зеленый, вроде бы у меня был. В моей жизни появился тренер. Ант Ирасин. Это был действительно тренер. В то время для меня просто... Он просто был действительно тренер с большой буквы. Вот он тогда уже начал именно конкретно со мной работать. Он начал в меня вкладывать. Он сам тренировался и жил очень долгое время в Японии. Он работал там по работе и, соответственно, ходил там тренироваться в Кодакане. И у него было настолько... У него отличалась его техника от техники, какую нам преподавали здесь, в наших клубах, что это было просто как день и ночь. И он, когда тогда пришел в наш клуб, я помню, он почему-то обратил на меня внимание. Возможно, у меня было просто всегда это стремление бороться. Я всегда хотел... Я, как говорится, места себе не находил. Мне только дай побороться. Мне было никогда не важно, с кем бороться. С маленькими, либо с большими. У нас тренера были за 100 килограмм. И я тогда бегал, я не знаю, килограмм 60, 66, 67 весил. Он начал бороться с ними, то есть для меня это вообще было безразлично. И, скорее всего, он как-то заметил эту тему и вот начал со мной работать. Я помню, он мне всегда говорил, что... Денис, ты должен бороться на соревнованиях не как Денис, а как Зених. Вот это вот я очень хорошо запомнил. Примерно понимаю, почему он мне это говорил, поэтому вот эти выражения я запомнил. Именно с ним мы начали уже работать так, что он начал меня подготавливать в соревнованиях. Был какой-то определенный процесс, который мы делали. То есть он меня заставил, например, ходить плавать обязательно, посещать тренажерный зал. В нашем зале до появления нашего тренера, которого вот сейчас у нас, у нас не было канатов. Мы никогда не лазили на канатах в нашем тренировочном процессе. У нас их просто не было. С этим тренером я тренировался тоже относительно недолго. Где-то, наверное, до, может быть, года два-три я с ним позанимался. Потом ему нужно было опять по работе уезжать на очень долгое время в Китай уже. Он уехал, переехал жить туда и остался там на долгое время. И затем я тренировался опять по той же системе, как я и тренировался до него. Опять всем остальным тренерам было, грубо говоря, наплевать на всю эту атмосферу. Тренировались как могли. На тренировки приходил кто хотел. То есть не было никакой такой, знаете, что все должны быть на тренировках. То есть у нас не было команды, у нас не было сплоченности никакой. Здесь вообще как бы вот с этим вот проблема. Здесь, ну вот у финнов есть такая вот проблема, что они как бы именно вот в дзюдо, в плане дзюдо, именно, возможно, в других клубах чуть другая атмосфера. Я говорю именно про наш клуб, что у нас не было такой сплоченности, что давай-давай, вот мы тебя сейчас натягаем на соревнования, поможем тебе подготовиться, ты поедешь там, всех долбанешь. То есть я никто не настраивал ни морально, никак. То есть мы не говорили об этом. То есть вот было все так, знаете, как по-раздолбайски. То есть ну ходишь, ходишь, поедешь, поедешь. То есть вот такая атмосфера. И потом однажды со мной связался один мой приятель, позвонил мне и говорит, Дэн, слушай, ко мне должен приехать один крутой чувак из города Сочи, он мастер спорта по дзюдоу, по самбо, заслуженный тренер, который воспитал призеров Европы, мира, как по самбо, так и по дзюдо, по юниорам, в общем, Дэн, хочет приехать здесь работать. Что можно ли, он придет, посмотрит фан-клуб. Все, с этого началась, просто говоря, новая жизнь. Приехал наш замечательный владелир, стали с ним работать. В общем, получилось, что он остался здесь, стали с ним работать. Все ништяк, сразу же пришел просто колоссальный рост. Я помню, когда мы тренировались в приеме, я тренировался тогда, мы занимались каждый день без выходных, то есть там настолько у нас вся эта внутренняя система поменялась тренировочная, что я могу вам сказать, со всего нашего клуба, при котором мы на то время занимались, нас осталось считанные ребята остались. Мы тренировались, наверное, только пятером, а остальные приходили как дока. Просто они не выдерживали этот тейн. Мы на то время, как говорится, были молодыми рысаками и могли пахать, и хотели пахать, и пахали. После чего мы приезжали на турниры, которые вот здесь были, внутренние турниры, мы просто соперников убивали. Мы их не чувствовали. Просто насколько у нас пошел этот прорыв и прогресс. То есть у нас уже была заложена какая-то платформа, что мы знали все эти приемы. Он просто нам поменял саму эту структуру, эту тренировочную. После чего у нас просто, как я говорю, мы взорвали. Было очень крутое время. Такая тема, ребята, была на этот раз. Надеюсь, ответил на многие вопросы, которые вы мне писали и задавали на протяжении очень длительного времени. Так что если появятся еще какие-то вопросы, задавайте, пишите. Постараюсь опять как-нибудь на них ответить и снять. Так что, ребята, всем удачи, не болейте, берегите себя. И, как я уже говорил, скоро увидимся на татами. Всем пока!